Приветствую всех на моем прохождении за понтийское царство. Конечно же на максимальной сложности. Так, в прошлой серии мы отбили у греков пергам. Да, и начали в Синопе делать фалангу. По греческому образцу. Так, в принципе на этом ходу все сделано. Положение более не менее устойчивое. Но это все относительно. Давайте сдавать ход. Да, египтяне отхватили у селивкидов антилохию. Да, греки шпионом пытаются. Ага, не прошел. Так, Египет и селивкиды. Конечно же я Египет поддержу. Так, союз разорван. Египет понт. А почему я же... Хех, я наверное не на ту кнопочку нажал. Ну да и ладно. Египет, империя селивкидов в войне. Так, хорошо. Так, и резку порис у нас стал совершеннолетним. Угу. Ничего у него такого прям нету. Сверхъестественного. Так, здесь. Ладно, я его, наверное, закину в пергам. Пускай он там, может быть, набирается опыта. Вот здесь Македония. Со своими десантами плавает. Что, в принципе, нехорошо. Так. Да, и греки пытались шпиона проникнуть. Но у них нифига не получилось. Так, здесь можно чуть-чуть налоги накрутить. И храм заказать. Так. Ага, давайте этих уничтожим. Так. Вот этих вот ребят я... Блин, они могут перехватить их. Так. Ладно, хорошо. Пусть будет так. Так. Ага. А что у нас здесь творится? Ага, египтяне уже осаждают Дамаск. Это не есть хорошо. Так, ладно. Города наши растут, развиваются. Лучше бы, да, лучше бы я с Египтом остался в союзе. Жду вашей команды. Жду вашей команды. Так, галлы. А, нет. Ты не будешь с ними разговаривать. Значит, подчиняюсь. Это незачем. Так, вот мне жуть интересно, что у нас здесь происходит. Жду вашей команды. Слышу. Значит, подчиняюсь. Ну дай глянуть-то. А ты кончились, господин. Ага, Карфагент, по идее-то... Карфагенский. Так, ладно. Так, чего бы здесь? Вот эту вот штуку нужно построить. Чтобы, если что, у города было побольше ходов. Во время осады. Ну и думаю, да, можно сдавать ход. Да, я бы Сарда отхватил бы. Если бы у меня была такая возможность. Могучий полководец. Мой победитель. Готовьтесь к бою. Победа! Да, это вообще жесть. Это вообще жесть. Могучий полководец. Ладно. Все-таки же нужно будет их разбить. Давайте все это сделаем вручную. Они просто мне здесь очень сильно мешают. Они могут перехватывать мои какие-то вот... Есть много дорог, ведущих. Они могут перехватывать мои вот войска, которые я буду отсылать подкреплениями. А меня это, ну, никак не устраивает. Так, ладно, давайте подтягиваемся. Я здесь сзади постою, да, ребят? Вы не против? Молчание, знак согласия. Вот ты какой. Так, сейчас мы быстренько их закидаем копьями. Они побегут, мы выиграем. И всем будет хорошо. Ага. Отлично. Так, хотя... Хотя нифига не отлично. Копья закончились. Они живенькие-здоровенькие. Так. Ладно. Давайте все-таки ших. Ага, он пытается построиться ежом. Угу. Так, ну да, этих... Этих мы... Сожрали просто. Эти испугались. Это называется два удара, четыре трупа. Так. Ну что ж, тактика довольно-таки действенная. Поэтому будем продолжать. Ага, эти... Эти пришли в себя. Так. Давайте повторим. Будем повторять удары. Капитан Дадак. Насколько они храбры. Они отлично подходят на роль врагов. Они в ужасе. Они в ужасе. Они в ужасе. Так. Безоговорочная победа. Но 10 человек мы все-таки же потеряли. Думаю, я как-нибудь это переживу. Победа! Господин! Да никто не дотягивается. Могучий полководец. Так, щитоносец. Плюс один храбрости. Так, вот этих вот я сейчас быстренько пиргам. Закину. Главное, чтобы здесь ничего не... Не произошло. Вот так вот даже сделаю. Так. И с армянами нужно будет как-то что-то решать. Хотя они пока что союзники наши. Но это пока что. Они ищут удобного случая, чтобы предать. Давайте сдавать ход. Да, селевкиды просто отхватывают от египтян жестоко. Хотя и египтяне вот тоже. Получают. Леща. Да, вот вспомнишь... Вспомнишь армян, вот и... Вот и они. Так, ладно. Так, хорошо, что вот пиргам не взбунтовался. Так, дипломатия. Британия воюет с Германией. Понт Парфия разорвали союзы. Парфиане все-таки поддержали армян в этой войне. Германия и Галлия также разорвали союз. Галлия и Германия объявили союз. Да вот оно и случилось. То, чего все так долго ожидали. Так. Семейная трагедия, да. Ладьякея не выдержала вот такого вот подлого предательства армян. И умерла. Так. Предательство. Нас предали. Под фальшивой маской дружбы оказалось уродливое лицо врага. Ну что ж, теперь, по крайней мере, мы ясно видим его. Да, тут ясно, не ясно, но... Но все хреново. Так, восемь ходов до сдачи. Да, видите, здесь еще одна армия. Армия. Так, ладно, что у него здесь? Два отряда тяжелой конницы есть. Это пехота не в счет, потому что они... Трусы неимоверные. Они теряют 20 человек и бегут без оглядки. Просто не останавливаясь бегут. Мой повелитель. Так, ладно. Мой повелитель. Еще вот один отрядик я закину в пергам. Так, и генерала, да. Так, пять отрядов здесь у нас. Я не знаю, если получится отбиться. У него тоже пять отрядов. Но у него еще и два отряда конницы. Так. Нужно как-то... Как-то, может быть, подтянуть на всякий случай подкрепление. Может быть, что-нибудь и выстрелит. Может быть, получится. Да, как видите, карфаген карфагенский до сих пор. Карфаген держится. Видимо, они потеряли только здесь в Сицилии территории. И Каралис, наверное, потеряли. Потому что Каралис любят Юлии отхватывать. Так, а у нас, да, у нас здесь жопа. Хотя, в принципе, мне не привыкать. К таким поворотам событий. И, не знаю, буду отбиваться как-то что-то по-другому. А по-другому и что можно придумать? Ничего не придумаешь. Парфя неплохо, что поддержали армян в этой войне. Ну, да и ладно. Им мы тоже всё это припомним. Так. Самое интересное. Самое... Вот он ещё подтягивает сюда силу, а. Вот ведь нехороший человек. Редиска. Так. Отлично. И строит тараны. Значит, наверное, пойдёт в атаку. Так, Испания воюет с Галлией, Скифия и Египет в Союзе. Да, смотрите, здесь вот образовываются такие вот своеобразные политические блоки. Значит, Парфи, Армения, Селевкиды вроде бы в Союзе. Сейчас давайте проверим. Так, Армяне, да, с Парфи в Союзе. А, нет. Нет, всё-таки же Селевкидов они не взяли в свой Союз. Они потянули туда этих фракийцев. А другой вот политический такой вот союз, это Фракия... Нет. Фракийцы вроде бы не наши союзники. Да, нет. Да, нет. Я уже заговариваюсь. Фракия с Египтом в Союзе. Могу ещё и я, в принципе, попробовать присоединиться к этому Союзу. Хотя, что это даст? Так, хорошо, ладно. Так, давайте налоги повышать, потому что нужны деньги. Господин. Так. И чего-нибудь построить, а? Рынок. Рынок, да, наверное. Так, здесь я, да, порт заказал. Мой повинитель. Готовьтесь к бою. Так, давайте... Отряда! Так, здесь два отряда лучников. Готовьтесь к бою. Давайте их всё-таки раскидаем вручную. А то сейчас компьютер мне ещё выдаст. Разгромное поражение. Я тоже так думаю, что битвы никогда не бывают простыми. Так. Сейчас ищем быстренько их. Ага. Хорошо. Давайте в ускоренном темпе здесь два отряда лучников. А у меня как раз кавалерия. А как вы знаете, да, лучники просто отлично отстреливают кавалерию. Так, давайте увеличим скорость. О, пошли стрелять. И сразу же 3% настреляли, а? Одним залпом. 3%. Так, давайте не даём им стрелять. Поближе, поближе к ним. Они-то, они не могут на бегу стрелять. А наши могут. Будем использовать вот это вот преимущество. Вам конец, ребятки. Хоть кого-то я могу победить в этой компании. Хоть на этих, хоть на повстанцах отыграюсь. Враг бежит. И победа. Так, хорошо. Здесь подтягиваемся сюда. Я думаю, будем теперь разбираться с армянами. Господин. Господин. Так. А дипломатами продолжим разведку территории. Ага. А римляне дальше Италии не продвинулись. Да, мой пыль. Ну да, здесь в Синопе, я думаю, он не пройдёт, потому что здесь уже есть. Неплохо у нас. Давайте дороги всё-таки же построим. Один ход, 400 монеток. Нормально. Эмин. Да, вот если он ещё и этих подтянет, будет сложнее. Так, ну да и ладно, гадать тут нету смысла. Да, селевки, да я думаю, сдадут Дамаск. Это очевидно. С египтянами, да я разорвал союз. Как так получилось? Я и сам не понял. Так, хорошо. Будем отбиваться. Что уж тут поделать-то? А здесь один вход. Я и сам не знаю. Честное слово. Я и сам не знаю. Я и сам не знаю. Это пехота восточная. Ну, они просто никакие. Я не знаю, ребята, вы видели их в битве или нет? Они просто никакущие. Прямо. В прямом смысле этого слова. Они теряют 10-20 человек и бегут, и их невозможно остановить. Дали нам время. Хорошо, мы успели потянуть. Стены проник. Враги уже в городе. Стены взяты. Враги вот-вот займут город. Отстань панику. Здесь главный паникер, это я. А вы будете сражаться до конца. Вашего или врага? Это уж как повезет. А я буду здесь сверху сидеть и сеять панику. Так, ладно. Хорошо, ладно. Так, так, так. Да, он сразу же тяжелый конец упустил в атаку. Давайте, ребятки, набивайтесь сюда в эту нашу ловушку. Ну, видите, как я и говорил, да? Они потеряли пять человек и сразу же бегут. Эти потеряли девять, по-моему, человек. Так, правда, вот эти вот. Так. Да, смотрите, как они падают. Как они падают. Прям они ничего не могут. Ну, убейте кто-нибудь этого армянского в выскочку. Вот он, гад. Еще и сумел сбежать. Ну, надо же. Два человека. Что ж за везение-то такое? Как им так везет? Я не понимаю, блин. Что бы мне так везло, так я бы, блин, компании за пять ходов бы все. Так, давайте окружаем вот эти вот. Да, видите, эти сразу же бегут. Вот эти потеряли два-три человека и сразу же побежали. Стоять. Эти, по-моему, вообще ни одного не потеряли и сразу же бегут. Так. Смотрите, по сто человек бегут. 120 бегут. Эти ни одного не потеряли. их там в отряде, по-моему, 120 человек или 121 человек. Я не помню уже. Они сразу же убежали. Это самая храбрейшая пехота из всех, которые только можно себе представить. Ну, хорошо, что хоть остановились. Стыдно стало. Ваш генерал бежал. Ну да. Стоп. Ага, я понял свою ошибку. Так, я же им не включил-то режим защиты. Да, так что, ребятки, те, кто играет вот за восточные вот фракции такие вот, знайте, что вот на вот эту вот восточную пехоту, ну, даже маломальски надеяться невозможно. Так, а ну-ка, давай-ка им. Задай жару. Преследуем и не знаем жалости. Так, хорошо, наемничков мы немножко ему оставим. Даже одного. Пускай будет в коллекции. Так, теперь вот этих вот. Как я и говорил, смотрите, 100 человек бегут. Они всего в этой битве потеряли 20 человек. Так, наемники. ну что с вами такое? Давайте добейте его. О, господи, ну что за дебилы? Угу, история повторяется. Так, и вот этих вот добьем еще. Остальные пускай бегут. Кто там у нас убегает-то? Ага, здесь целая толпа наемников. Бегите, бегите. Вас уже заждались в вашей Армении с наградами. Так, дунем свисток напоследок. Так, отлично, победа. Угу. Еще полный стэк целый, да? Так, теперь этих я уже не буду просто строить, я их накидаю вот так вот по отрядам, потому что это все бессмысленно. Так, Македония воюет с греками, отлично, отлично. Так, Британия, Дакия в союзе, Империя Селивкидов, Нумидия в союзе. Так, вот у меня уже строятся фалангиты. Так, плюс один Геракл наш получил. Так. Угу. Хороший мужик. Так, Пергам. Так. Плюс 10 закону. А это плюс 15 и такая же цена, но этот еще и храм дает к счастью. Так, рынок. Ладно. господин. Так. Сейчас же. Угу. Сейчас же. Да, мой повелитель. Хорошо. Да, могущественный владыка. Слышу, значит, подчиняюсь. Так, что дальше? Вообще, мне бы по-хорошему... Мне по-хорошему нужен дипломат. я все-таки с этими союзами я намудрил. я намудрил и нужно здесь по-другому делать. Придется выправлять ситуацию. Так, здесь бы лодку построить. Ага. Но нет денег. Денег нет. и это печально. Так, ну да, здесь четыре у нас будет отряда. Они выдержат. Я так думаю. Давайте сдавать ход. вот. О, пошел в этих повстанцах мочить. Ну что ж, отлично. Мне же лучше будет. Так. давайте дороги здесь. Это даже не дороги, это караван. Ё-моё. Откуда ж вы столько беретесь-то? Так, с селевкидами я буду разрывать всякие договоры, потому что я, конечно же, ошибся. Так, а вот с армянами я, пожалуй, постараюсь разобраться. Так, есть, есть у нас тысячу монеток, куда их вложить. Да, я, пожалуй, лучше вот в некомедии стенку построю. На всякий случай. на всякий пожарный. Так, идем дальше дипломатами. И давайте, да, давайте сдавать ход. а там дорога есть, да? Ага. 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 Ладно, я все-таки приму этот бой. Хоть у него есть конные стрелки, но я все-таки думаю, что мне повезет. так, ладно, нужно повыше выбрать место. Вот оно. Так, нет, не так. Да емые, как же здесь, конец карты-то. Я думаю, что я не могу их развернуть-то? Так, хорошо, давайте ждать врага. У него, правда, здесь и лучники, и стрелки конные есть. Я не беру в расчет восточную пехоту. Эти ребятки вообще никакие. Мы их видели на деле. так. Ага, он своих лучников подвел прямо, прямо под моих стрелков. Так, давайте к ним поближе. Потому что эти ребята наделают шороху. уууууу, в ближний бой пошли. Отлично, давайте, давайте их режьте. Так Их нужно устранить в первую очередь Этих стрелков Пехота в принципе побежит и так и так А вот со стрелками придется повозиться Потому что их нужно будет догонять Так, ну давайте же, а? Ё-моё, ну вы, блин, даете И что, вы так вот будете гоняться друг за другом Эти еще и преследуют Еще и моих обратили в бегство О, да Так, мне нужно отдохнуть Я свою конницу Так, блин, я забыл с этой скоростью Забываю просто ее выключать Блин, вот их здесь 30 человек И они вот так вот будут Давайте, есть, догнали Догнали их Так, здесь Так, конницу ставим В ряд Так, смотрим потери 23 и у врага 8 Да, пока что мы проигрываем А у него еще здесь есть Да, конные стрелки Угу Так И лучники есть Да, здесь такая вот битва Довольно-таки Необычная Вот Мой один отряд прогнали Так Ладно, будем тогда разбивать по частям Отряды Вперед Отряды Отряды Вперед Отряды Вперед Отряды Так Посмотрим, что получится из этого Ну, аж эти напугались Так, стоп Не все гладко Не все гладко И у нас так же Наши тоже бегут Так Так, давайте все-таки Собирать Войска в кулак Да, вот они здесь Расстреливают Стоп Ага Хорошо Давайте тогда разбираться С ихними стрелками Ну да Я уже собрал все силы Наши в кулак Все-таки здесь Три генерала Так Так Все Выравниваем Выравниваем Битву Так Здесь уже никого не осталось Они наверное отступают Я конечно же не дам им Отступить так легко Да и войск у меня конечно же Почти не осталось Давай Так Все-таки Победа И все-таки Ж это победа Так Так Зато деньги появились Хоть что-то Радует Так Еще плюс Одну звезду Он получил Отлично Опять Пять звезд у него Победитель Уверенный в защите Уверенный полководец Кровавый Единственное плохо Что это слабость Так Да Здесь вообще бы Войскам нужно дать Нужно дать бы Хорошую броню Потому что они Ну уж Слишком то Они уж слишком падают Под обстрелами Так Гоняем повстанцев Угу Так Теперь с кавалерией Что можно здесь Придумать Могучий полководец Могучий полководец Господин Да Думаю Можно вот так вот Придумать Уходим Так И один отряд Этих Фалангитов Более не менее Хорошая пехота Так Здесь обязательно Нужно лодку построить Так Селевкиды Никакого союза Нам Нам не светит А вот египтяне Я пожалуй с ними Вот союз Заключил бы Так Далее Ага Ну да Здесь Нумидийское Все Так Итого Да Я здесь Приболел Немножко Поэтому Кашлю Так Что здесь На западном фронте Вообще Было бы неплохо Вот эти вот Города Присоединить Но нужно Что-то делать С армянами Что с ними делать Понятия не имею Ладно Давайте Сдадим ход А там Уже Посмотрим Так Фракция Уничтожена Фракия Отлично Ха-ха Смотрите Мне нужно Только Уничтожить Армению А ну конечно И 10 этих Еще 10 регионов Захватить Так Египет Воюет С Нумидией Армения Селивкиды В союзе Угу Селивкиды Быстренько Подобрали Подобрали Этих Армян В союз Да и ладно Да и ладно Этот союз Построен На воде Ничего Он Серьезного Из себя Не представляет Так А вот С армянами Так Жрец Геракла Угу И борец Точно Вот дадим Нет Не дается Борец Не дается Так Дионис Наш Храбрый Полководец Ага У нас еще Один Дионис Есть Мой Повелитель Так Ладно Мы их Сюда Закинем Хотя Нет Нет Ребята Здесь Придется Все таки Два Хода Перетерпеть Потому что Здесь Кузница Сейчас Вернее Оружейник Построится И Войскам Нужно Выдать Оружие И броню Более Не менее Хорошую Так что Придется Немножко Перетерпеть С этим Делом Ну а Деньги Да Деньги Мы все таки Потратим Тогда На Экономику Так Даже Не на Экономику А Вот Стенку Здесь Построим Мазаки Угу А в Пергаме Да В Пергаме Пожалуй Торговый Караван Закажем Да Из Синопу Я пожалуй Да Выберу Столицей Ой Не Синопу Простите А Анкиру Анкиру Я Сделаю Столицей И у меня Тогда Пергам Здесь Смотрите Повысилась Повысился Процент Общественного Порядка И теперь Я могу Накрутить Максимальные Налоги Потому что Он довольно таки Близко У нас Здесь Смотрите Такая Вот Довольно таки Компактная Территория Так И я Хотел С Египтом Заключать Союз Сейчас Только Нужно Найти Его Ой Ой Зачем Ты Так Пошел Вот Этот Вот Газ Сидит Здесь И блокирует Меня Чего Меня Совсем Не Устраивает Так Ладно Давайте Еще Сдадим Ход Угу Я Согласен Конечно За деньги Отлично Четыре тысячи Дали Греки И купили У нас Перемирие Это Просто Хорошо Так Дипломатия Дом Брутов В союзе С Македонией Весьма Странно И понт И греческие Города Объявили Перемирие Так У нас Снова Появились Деньги Мы Держимся На плаву Так Да Здесь Опять Они Выеживаются В пергаме Так Здесь Здесь Я Пожалуй Вот Лучников Выведу Так Этих Закину И Переобучу Так Нет Вот Его Я Не Переобучу А вот Остальных Да Здесь Еще Еще Понадобятся Ходы Больше Ходов Но Зато Более Не Менее У них Будет Броня И Оружие Нормально Сейчас Я хочу Посмотреть На Армян Ага У них Здесь Первого Уровня По идее Кузница Так Хорошо Ладно Давайте Тогда Что Небудь На Экономику Может Быть Построим Да Вообще Здесь На Всякий Случай В Пергаме Нужно Стены Потому Что Я Опасаюсь Десантов Со Стороны Греции Потому Что На Максимальной Сложности Враги Частенько Засылают Разные Десанты Так Да Здесь Земледелие Я Пожалуй Закажу И Стенку Построю Самую Обычную Не Вообще Мне Нужны Лучники А Так Это Только Пельтасты Но Все равно Нужны Лучники Так Мазака Да ладно Давайте Сейчас Вложимся В Эконом А Ну да Все Вложился Больше Нету Так Что У нас Здесь В Северной Африке Творится Слышу Значит Подчиняюсь Сепионы Я смотрю Так Не очень То Рвутся В бой С Карфагеном Так Да Здесь Целая Армия Мятежников Ладно Давайте Нет Стоять Его Я уже Этого Не догоню Так Скифы Давайте Попробуем Со Скифами Союз Отлично Все Таки Давайте Попробуем Создать Вот Этот Военно Политический Блок Союзный О котором Я Говорил Да Здесь Совсем Все Плохо Здесь Уже Египет Да Попробуем Создать Этот Союзный Блок Скифия Понт Египет Для Противодействия Армянам И Сдадим Ход Да События Как бы Складываются Не очень То Удачно Так Хорошо Ладно Так Еще Мы Закажем Фалангу И Переобучим Вот этих Вот Ребят Мой Повелитель И Думаю Уже Дальше Дело Пойдет Веселее Так Что-нибудь Построить Что-нибудь Полезное Такое На экономику Желательно Да Здесь Шахты Хорошие Давайте Шахты Закажем Да Могущественная Владыка Так Союз С Египтом А Отлично Все-таки Союз С Египтом У нас Состоялся Правда Единственное Плохо То что Вот Они Уже Подошли Сюда К Тарсу Я буду Следующим На пути Египтян И Я не знаю Вот Если я Не успею Отхватить Эти территории Будет Печально Так Ладно Давайте Дипломатом Еще Прошаримся Так Хорошо И сдаем Вход Отлично Так вот Молодцы Правильно Дали По рогам Этим Армянам Так Хорошо Отлично И прибыль Все равно В минусе Так Вот Вот этот Вот Здесь Стоит И Меня Это Совсем Не Устраивает Так Хорошо Давайте Давайте Собирать Войска Какие Только Сможем Марш Марш Прекращение Огня А Ну Они Не Хотят Ладно Так И Быть Да Вот Такая Вот Была Эта Серия Вот Она Пошла Жара Все Тяжко Все Очень Очень Тяжко Я Могу Вот Обрисовать Вам Свой Прогноз На Ближайшее Будущее Египет После Того Как Захватит Тарс У него Будет Два Варианта Развития Агрессии Либо Сюда Против Армян Либо Сюда Вот Дальше В Малую Азию Против Меня Египтяне Даже Не Посмотрят На Этот Союз И В итоге Мы Получим Еще Одного Конкретного Врага На Юге Нашего Государства Вот Эти Вот Вот Эти Вот Города Я К сожалению Не Успеваю Захватить И Это Плохо Родос Я Также Не Успел Захватить Это Также Плохо Армяне Меня Прессингуют С Востока Так Что Здесь Нужно Будет Подумать Да Нужно Будет Немножко Поразмыслить Оценить Ситуацию Получше Ну а Вы Ставьте Лайки Комментируйте Может быть Давайте Советы Какие-то Я обычно Прислушиваюсь К Мудрым Советам Глупые Советы Я Игнорирую Обычно Всем Спасибо За Просмотр Всем Пока